В Краснодарском крае полицейские искали инопланетян, нарушивших воздушное пространство Российской Федерации. В местном отделении зарегистрировали обращение гражданина, утверждавшего, что приземлился НЛО. И словиком пришлось в рамках действующего законодательства составить рапорты прибытия пришельства. Кстати, их так никто и не нашел. О доблестных поисках уже нашей полиции, конечно же, в выпуске. Пришло время подвести итоги. Меня зовут Дмитрий Чашков. Здравствуйте. Нам есть о чем с вами поговорить. От перестановки мест сумма изменяется. Штрафы на 10 миллионов рублей за неделю. Эксперименты ГИБДД с радарами. Им снизу видно все, ты так и знай. Убегать прямо по полям, прятаться в лесу от той же службы авиационной безопасности. Споттинг. Фотографии на грани искусства и законов Российской Федерации. Управляй, но проверяй. 29-й губернаторские чтения. Как один из ведущих политологов страны оценивает современную власть? ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ В подгорной части Тобольска летние съемки сериала начали с возвращения в зиму. Тюмень сегодня с рабочим визитом посетил чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Паканш Саран. В первой половине дня он побывал на Типинском нефтеперерабатывающем заводе и в индустриальном университете. Затем встретился с губернатором. Владимир Якушев подробно рассказал о наших региональных преимуществах и намекнул о перспективах сотрудничества с Индией. То, что касается нашего товарооборота с Индией за 2016 год, то я бы назвал эти цифры небольшими. Это всего 9 миллионов долларов США и думаю, нам тут есть над чем поработать. Наметили сегодня и точки соприкосновения. Это деревопереобработка, сельское хозяйство, металлургия и нефтяная промышленность. Я думаю, что в нефтегазовую сферу можно включить и переработку, и производство оборудования. Это одна из самых крупных сфер нашего взаимодействия. Индия – крупный импортер нефти и газа. У нас очень амбициозные планы на сотрудничество. И еще из международной повестки. 9-й IT-форум открылся сегодня в Хантамансийске. 1800 участников, в том числе из стран БРИКС и ШОС. Разумеется, там работает делегация Тюменской области. Ключевая тема – кибербезопасность. И не случайно. Россия сейчас пятерки стран, на которые приходится наибольшее число хакерских атак. Информационные ресурсы плохо защищены, отмечают специалисты. Над этим нужно серьезно работать. Эффективными методиками владеет Китай. Есть серьезные наработки в Южноафриканской республике. Сотрудничество стран может снизить количество высоко технологичных преступлений. Криминальные схемы постоянно совершенствуются, что позволяет киберпреступлениям сохранять за собой статус одного из самых доходных секторов тюрьмевого рынка. Высокая доходность обусловлена в первую очередь тем, что интернет предлагает колоссальные возможности для реализации электронных платежных сервисов. И в мире происходит своеобразный гул электронных платежей. Эксперты сошлись во мнении, что спасти от хакеров может перевод таких преступлений в категорию тяжких. На абсолютно законных основаниях тюменские водители принесли в казну несколько миллионов рублей всего за неделю. В ГИБДД проанализировали ситуацию с превышением скоростного режима. Уж очень много случаев и решили временно передислоцировать передвижные радары с трасс на улице областного центра. Расставили их в самых аварийных местах и там, где тюменцы традиционно любят погонять. Шансов остаться незамеченными теперь еще меньше. Как показала неделя работы комплексов в городе Тюмени, ими было выявлено более 15 тысяч нарушений скоростного режима, в том числе более полутора тысяч превышений скорости на величину от 40 до 60 км в час и более 100 нарушений, связанных с превышением скорости на величину более 60 км в час. Около 200 тюменцев не смогли сегодня улететь в отпуск. Чартерный рейс в Турцию из рощи на авиакомпании Vimavia был внезапно отменен перевозчиком ночью. Надеялись до последнего, даже зная о том, что у компании есть определенные проблемы. Так, Vimavia объявила сокращение чартерных рейсов на 13% со 2 по 15 июня. А вчера стало ясно, что не состоятся полеты еще по 22 направлениям. Отмечу, в Тюмени с этим перевозчиком работает один туроператор. Всего же по России их три. Сейчас они подыскивают варианты. По иронии, именно сегодня открыли новый рейс. Стамбул, Тюмень, Стамбул регулярный, не чартер. Полеты из рощи на будет выполнять авиакомпания Atlas Global. Наш город стал седьмым российским пунктом в расписании турецкого перевозчика. Билет в один конец обойдется в 8 тысяч рублей. Наши региональные рейсы летают самолетами марки Airbus 320. Шаг кресел 77 сантиметров. Есть специальные эксклюзивные бизнес-кабины, фуллборд питания. Разрешается брать 30 килограммов багажа и плюс 8 ручной клади. С освобождением от уплаты таможенных пошлин налогов разрешается не более, в личных целях, опять же, обращая внимание, в личных целях. Не более 50 килограмм на одного человека и таможенная стоимость не более 10 тысяч евро. Алкогольные напитки не более 3 литров на взрослого человека без уплаты. И табачные изделия, небольшой сигарет, не больше 200 штук или 200 граммов табака. Некоторые же за счастье посчитают даже не попасть на борт самолета, а посмотреть на него. К числу таких относят любители споттинга. Еще один из вариантов названия этого увлечения – подзаборинг. До сих пор служба безопасности готова с распростертыми объятиями встретить каждого любителя данного направления. Но только для того, чтобы убрать человек подальше от взлетно-посадочной полосы. Но иногда руководство аэропортов идет на уступки, организует для них официальные встречи. Репортаж из Рощена от Анастасии Нахращевой. Они так любят авиацию, что готовы в 3 часа ночи приехать в аэропорт ради нескольких удачных снимков самолетов. Споттинг в России уже более 10 лет – легальное увлечение. Игорь занимается фотоохотой на железных птиц, 6-й год. И бывало, что ради этого приходилось даже рисковать. Убегать прямо по полям, прятаться в лесу от той же службы авиационной безопасности, чтобы избежать различных разбирательств по мою сторону. Но за все время, за все 6 лет в аэропорт из-за забора меня ни разу не доставляли. В сегодняшнем споттинге в Рощена участвовало более 40 человек из разных городов страны. Для этого они прошли регистрацию, отправили администрацию аэропорта, паспортные данные, список оборудования, портфолио и название ресурсов, на которых планируют публиковать снимки. Проходят выставки в терминалах, также на авиационные сайты мировые размещаем. Но иногда удается и продавать. Но не так часто, но бывает. Вот 30-40 евро бывает. К каждому споттингу участники готовятся основательно. Профессиональная техника, несколько объективов, штативы и даже радиосканер, позволяющий слышать переговоры пилотов и диспетчеров. Снимать разрешили только с определенной точки. В итоге любителям авиации за несколько часов удалось запечатлеть самолеты во время взлета, посадки, рулежки, а также наземное обслуживание воздушных судов. Мы же видим в инстаграм, все выкладывают, вот я в аэропорту, вот я через окошко, вот я в самолете, вот я сижу. А таких кадров, как вот здесь с перона, наверное, ну сложно, их пока меньшинство. Можно с вероятностью 90% подойти к любому из споттеров, спросить что-то про техническую часть самолета, он вам расскажет. Ведь споттеры, как орнитологи, не просто фотографируют, но и внимательно наблюдают за железными птицами. Анастасия Нахрачева, Сергей Кондаков, Тюменское время. К другим темам. 25 жителей области сегодня получили госнаграды и благодарности от президента страны и губернатора. Среди них строители, учителя, врачи, ученые и спасатели. Кроновщик Александр Басай к своему ордену за заслуги перед Отечеством первой степени шел, между прочим, 40 лет. Так все довольны, все в восторге. Слов нет даже. Дочь из Москвы неоднократно звонила. Так что, да я сам был до того приятно удивлен, что до речи теряю, я бы сказал так. Действительно, вручение госнаград предшествует большая работа, но это оттого они становятся еще ценнее. Процедура всегда предоставления таких наград, вы знаете, она очень длинная и очень серьезная, потому что вначале это делает ходатайство трудовой коллектив или муниципальное образование, затем это должен поддержать, если это предприятие или учреждение, муниципалитет, затем регион, затем полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, если это государственная награда, и затем только уже непосредственно это решение принимает президент. Надеюсь, что следующего простого героя награда тоже найдет. Житель Заводоковска Александр Завьялов вытащил из реки восьмилетнюю девочку. Случилось все 24 мая на реке Ук. Александр – рыбак со стажем. В тот день из-за дождя собирался остаться дома, но передумал. Говорит, это судьба направила его к берегу. Услышал детские крики и бросился на помощь. Там, где это течение, это уже уже и течение вообще. И там другой омут, тут же там другой омут, а там вообще крутит и глубокий омут. Его было бы не застать. Там никого не было, кроме этих девчонок. По словам мамы девочки, Рита шла с подругой по берегу, но оступилась и упала в воду. Сейчас девочка выздоравливает и ждет встречи со своим спасителем. Благодарности в том числе от интернета общественности получили тюменские полицейские. Они вернули хаски, которую похитили у хозяина-инвалида. Эта история наделала много шума в городских смертах. Как казалось, собака все это время находилась в квартире 22-летнего курганца. Он попросил поиграть с животным в присутствии владельца, а потом увел пса в неизвестном направлении. Полицейские опросили свидетелей, обошли близлежащие дворы и в итоге нашли питомца. Спасибо сотрудникам полиции. Вы вообще молодцы. Скучал по собаке? Да. Очень рад, что вернулся. Конечно. А собака как? У меня вообще всего оближал, когда полицию убил. В настоящее время сотрудниками отдела полиции номер 5 возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательной базы. А ведь молодому человеку грозит вполне реальный срок, потому что уголовное дело возбуждено по статье мошенничества. К нам присоединяется Марина Лютова. Марина, здравствуй. Здравствуй, Дима. Ну хорошо, что так оперативно сработали стражи порядка наши тюменские. Вообще так смотришь и думаешь, чего же только не бывает вокруг. А мне кажется, здесь еще и люди подключились. Во-первых, репосты в социальных сетях, конечно же, информация в интернет-изданиях. Распространили нехорошо. Сегодня что-нибудь понятное и приятное распространили? Ну конечно, сейчас расскажу. Хорошо. Москва, Тюменская и Ленинградская области стали лучшими регионами, внедряющими инновации в школах. Такие данные исследования Института образования Высшей школы экономики приводят РИА Новости. По мнению экспертов, модели развития регионов-лидеров могут стать ориентиром для остальных. Исследование выявило и проблемы. Ну, например, сейчас стоит волноваться не столько из-за обеспеченности школ современными компьютерами, сколько из-за того, что образовательные программы и сами педагоги недостаточно современны. Эти проблемы нужно преодолевать на всех уровнях. Все-таки вложение в образование – это не затраты, а инвестиции. Россиянам вдвое чаще стали ставить диагноз ожирение. Это известие сегодня сравнили цифры Роспотребнадзора за 2011 и 2015 годы. По последним данным, показатель заболеваемости ожирением по стране в среднем составляет 285 случаев на 100 тысяч человек. В 2011-м – 124 случая. Рост этих цифр объясняется несбалансированным питанием, слишком много мучного и сладкого и слишком мало овощей и молочных продуктов. Названы также регионы с наиболее высоким уровнем заболеваемости. Это Ненецкий автономный округ, Алтайский край и Пензенская область. У нас пока все не так плохо. Корреспонденты 72РУ сегодня тестировали общественные тюменские бани. Действительно, где помыться, если дома отключили горячую воду? Четыре заведения обошли коллеги. В материале много фотографий, указаны адреса, графики работы и цены. Все достаточно удобно для восприятия. И очень актуально. В городе стартовал второй этап опрессовок. Продлится он до 19 июня. Полный список домов, попадающих под отключение горячей воды, доступен на сайте УТСК. Ну а первый этап, соответственно, окончен. УТСК поясняет, что если в каких-то домах горячая вода не появилась, нужно обращаться в свою управляющую компанию, потому что вот они им теплоносители передали, и, собственно, все, дальше уже ваши проблемы. Не всегда можно обратиться в управляющую компанию и найти информацию. Вчера с мамой разговаривали, говорит, звоню управляющую компанию. Когда горячую воду отключат? Говорит, а мы вообще не в курсе даже. Абсолютно. Спас, ну, с трудом, конечно, сайт УТСК. Там можно найти графики все. Тебе большое спасибо. Я продолжу. Тоже регулярное, но явно не сезонное расписание губернаторских чтений. И там, кстати, тоже бывает жарко. Особенно, если с лектором повезло. Сегодня прошло 29-е по счет мероприятия. Несколько предыдущих все как-то больше были посвящены экономической ситуации в стране в целом и в регионах в частности. На этих же чтениях решили поговорить о политике как управления и управлении как политике, рекрутировании лидеров и элит в современном мире. Эту я тему вам сейчас прочитал. Субъективный взгляд на лекцию от программы ТСН «Итоги». Полностью оправдывая свою научную степень, доктор политических наук начала свое выступление со вполне политически грамотного заявления, вспоминая Ломоносова. Богатство России будет перерастать Сибирью. И не только в том смысле, что ваш край является одним из немногочисленных регионов-доноров современной Российской Федерации, но и в том смысле, что Сибирь славна своей интеллектуальной традицией. Как управлять, формировать политическую элиту и выявлять лидеров, эти сибиряки точно знают. Тем более, что и столичные жители давно уже в курсе, какой он наш кадровый потенциал. Сергей Семенович Собянин, как раз придя к губернаторам, он сформировал вот эту систему оценка профессионализма. Вот та формула, которую назвала докладчица, это максимум результата, эффективность к затратам. Вот эта схема, этот принцип отбора кадров, он сегодня действует. И у Владимира Якушева в той же степени. Кстати, губернаторские чтения тоже можно вписать в систему оценки профессионализма чиновников. И, конечно, повышение его уровня. Причем тут же в зале не только действующие представители власти, но и те, кто уже завтра может составить им конкуренцию. Путь на политический олимп для них давно вещь конкретная, а не абстрактная. Очень важно, чтобы рекрутирование элит происходило через практическую деятельность. То есть, чтобы мы видели компетенции людей и навыки, которые у них есть. И приобретение навыков у самого человека, и статусности в глазах общественности при совпадении этих двух критериев и достигается элитарность, как я считаю. Ну, а лектор тем временем приводила все больше примеров из постсоветского прошлого или иностранного настоящего, и чаще не самые хорошие. Китайский вызвал особое оживление в зале. Я помню, когда я первый раз была в Китае в 1997 году, мне объяснили, что в уголовном кодексе страны существует несколько статей, которые предусматривают смертную казнь. И вот порог взятки в 1997 году обозначался как 14 тысяч долларов. Так вот, я задавала вопрос, а что вот всякий, кто 14 тысяч долларов возьмет на лапку, он окажется у стенки? Нет, мне сказали, не так. Вот если человек, условно говоря, эффективно управляет, ну и при этом не забывает о своем кармане, то у него будет все хорошо. А вот если человек думает только о своем кармане, здесь, возможно, неприятности. Ну, а положение дел в современной России в лекции, видимо, как в поговорке о покойнике. Статистика твердит, у нас все хорошо и все гладко. Число чиновников назвала оптимальным, коррумпированность не столь запущенной. Хотя на прощание все ждала совет. Хотелось бы пожелать большей стратегичности системе управления. Вот мы достаточно, как мне кажется, достаточно эффективно реагируем на такие периодически возникающие вызовы. А вот хотелось бы, чтобы она в большей степени функционировала проактивно. Теории много, практики не хватило. Уже после лекции слышалось в кулуарах. Ну, на том и Сибирь, чтобы нами Россия прирастала. Дмитрий Чашков, Александр Вележанин, Тюменское время. Все новости ТСН, включая выпуски нашей программы, доступны на ютубе и в группах Тюменское время, в соцсетях, в фейсбуке, вконтакте. Впереди новости из районов, после вернемся в студию, нам еще есть о чем с вами поговорить. Ишимские дорожники приступили к ремонту городских улиц. На эти цели выделено 58 миллионов рублей. Специалисты продолжат реконструировать улицу Ленина, в том числе на участке протяженностью в 300 метров, заменят покрытие, устроят водоотводы и гранитные бордюры. В Заводоковском округе искали нелегальных мигрантов. Сотрудники полиции проверяли стройки, жилые дома и транзитный автотранспорт. Зарегистрировано 10 нарушений правил пребывания в стране. Все они совершены гражданами Таджикистана и Узбекистана. Им, как и их работодателям, грозит штраф. В Тобольске осветили крест и заложили камень в основание будущего храма. Возвести его решено в микрорайоне Иртышский в честь Ксении Петербургской. Помочь православным готовы местные бизнесмены. А сегодня, в День памяти этой святой, верующие во главе с митрополитом Димитрием совершили крестный ход. Ребячья республика отметила 26-летие. В честь события вожатые подготовили концерт. Поздравили ребят и творческие коллективы города. Сейчас в лагере отдыхают почти 300 детей. Первая смена посвящена журналистике. Ну и так, очень логично нашу рубрику продолжим. В Тюменском районе сегодня презентовали новую агрофраншизу. Местную. При желании присоединиться, может, наверное, любой. Автор и владелец, предприниматель из Ямбаева Юрий Антонов. Уже почти 10 лет он занимается выращиванием цветочной и овощной рассады. Недавно в ЛПХ даже взялись за клубнику. Есть готовая бизнес-схема, технологии и рынки сбыта. На презентацию франшизы пригласили руководителей муниципалитетов. А дальше они уже понесут идею в народ. Юрий Васильевич объединил вокруг себя пока 4 семьи. Но в дальнейших его планах есть расширение. Это строительство крупного комплекса по выращиванию рассады, клубники, рассады овощных культур. Куда он планирует привлечь еще больше семей. Скоро, уже совсем скоро, 430 лет Тобольску. Город на Иритыше готовится к юбилею, конечно, с размахом. Массовые гуляния растянутся на три дня. Официальный старт даст глава местной администрации Владимир Мазур 23 июня на торжественном приеме. 24 пройдет праздничное костюмирование шествия потомки великих табаляков. А у стен Кремля развернется ярмарка. Состоится церемония награждения молодежной элиты города, нашей надежды, наших продолжателей дела. В то же время в Синтезе откроется выставка победителей городского фотоконкурса «Мой любимый город». Очень интересная выставка истории и современности. А в роще Журавского мы одновременно откроем на Тобольске тракт славы. Туристы уже начали бронировать гостиницы. В Тобольске в юбилейные дни им представится возможность увидеть выступления хора турецкого и артистов Тюменского симфонического оркестра. Думаю, что туристов там с каждым годом будет все больше и больше. Спасибо хорошему литературному и кинематографическому пиару. Тем более, что автор двух книг «Тобол» Алексей Иванов на двух томах, описывающих Сибирь петровских времен, решил не останавливаться. Своё новое творение он охарактеризовал как нон-фикшн. По-русски это документальное просьба. И назвал дебри. Презентация уже прошла. Тем временем же в Тобольске возобновили съемки сериала «Тобол». Елена Литвиненко с подробностями. И снова подгорная часть Тобольска. Комплекс, который выстроили специально для съемок фильма «Тобол». Первое, что сделала киносъемочная, когда приехала, это рассыпало искусственный снег. Потому что нужно было доснять сцену из зимнего блока. А сегодня снимают уже сцену из летнего. Вот такие вот жесткие контрасты в съемочном процессе. Вы что делали? Ну давай, иди давай. Крани костюмный барабан. Я рекорд уже записался, я хорошим сандатом буду. Я даже стартся. Слава Богу, тебе я придумал. Смотри, город Берегинский, и я пророк. Я, я, я сейчас. Семенович, остановись, басочек сына. Друзья, это невозможно, служи державе чьей. Даже Стать Петр служил барабанчиком, барабанчиком для вражеского полка. Ты че ты, мерлядь, я ж тебя в баню забру. Можешь сидеть, пока войска не уйдет. Три минуты 15 секунд экранного времени снимают целый день. Такая длительность обусловлена исключительно требованиями к техпроцессу. Репетиции и смена линз на камерах разные ракурсы. Даже для того, чтобы снять крупный план рекрутов, их переместили с точки и установили дополнительно световое оборудование. Актеры к такому темпу привычны. Самолеты, и даже некоторые из них не выспались. То есть они совершенно нормально входят в кадр, репетируют час, два, три, сколько нужно. И даже сами иногда настаивают на том, чтобы, допустим, что-то мы переснимали, если недовольны собой. То есть это профессия. Для сцены, которая называется «Ремезов недоволен, что сын Петька записался в рекрут» и специально нашли старшеклассников, умеющих играть на барабанах. Одному даже доверили сказать реплику. Работа бок о бок с именитыми актерами, правда, юных дарования не удивила. Честно, как я музыкант, не впервой с известными очень общаться. Но интересно. Интересно пообщаться с личностями, узнать человека вживую. Все лето съемки будут проходить в Кремле и Нижнем городе. Крепость в деревне Понушково сожгли еще в апреле. И, как обещают авторы фильма, это не последний поджог декораций. Так что экшен с голливудским размахом нам еще предстоит увидеть. Елена Литвиненко, Владимир Кондратьев, Тюменское время. Праздник русской культуры для иностранных студентов прошел сегодня в Тюменском индустриальном университете. Видимо, неспроста именно в день рождения человека с русской душой, но вполне заграничной внешностью Александра Сергеевича Пушкина. То ли общность предков, то ли любовь к искусству, но что-то точно уже не первый год заставляет студентов из Африки учить стихи великого для нашей страны поэта. Нам просто учили преподаватель в русском центре, нам учили Пушкина. Да, ну, у него хорошее творение. А какой самый любимый? Лето. Ох, лето, красное! Любил бы я тебя, когда мне зной, где пыл, где комары. Очень любят, например, вот китайские студенты, в частности, у них любимый писатель горький с их буревестником, потому что этот писатель очень популярен в Китае. Ну, а у Африки, конечно же, Пушкин. Пушкин – это хорошая возможность, да, приобщиться не только к русскому языку, но и к русской культуре тоже. Айда, Пушкин! Айда, с днем рождения! У меня к этому часу все новости. Завтра будет новый день, новые события, нам будет о чем с вами поговорить. В студии работал Дмитрий Чашков. Хорошего вечера и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!